для того, чтобы вы могли задавать вопросы. Значит, мы с вами, я надеюсь, что вы посмотрели, ну или хотя бы знали о том, что это можно сделать, видео двух предыдущих лекций, которые были почти две недели назад сделаны. И на этих лекциях рассказывалось про дифференцирование, и, так сказать, итогом всех рассуждений явилась теорема об обратной функции, точнее, целый список теорем, которые так или иначе объясняют, когда у отображения есть обратное отображение и какими свойствами это обратное отображение обладает. Вот сегодня мы с вами с этого места, так сказать, и продолжим. Значит, давайте я напомню ту версию теорема в обратном отображении, которая в РН имеет место. Значит, это, вот у вас есть функция F из РН в РН. Пусть эта функция F непрерывно дифференцируема в окрестности точки А, и ее матрицы и КОБИ в этой точке не вырождены. Значит, тогда существуют окрестности У от А и В от Ф от А, такие, что F из У в В дифференцируема в дифференцируема функция. То есть, в частности, потому что, на самом деле, дифференцируема это гораздо больше, это существование этого обратного, а не только непрерывно дифференцируемость. Значит, вот это то, на чем в прошлый раз лекция закончилась, и вот теперь давайте мы, собственно, будем применять это утверждение. И вот это несколько удивительно, потому что само это утверждение, оно выглядит так достаточно технократично. Это, конечно, очень короткое утверждение, то есть, что дано совсем чуть-чуть, и получено что-то разумное. Но это выглядит как вот, ну, большинство утверждений из такого начального анализа, они, так сказать, не разъясняют, как жизнь устроена, а они вот говорят, что вот если все хорошо, то вот такие свойства вернут. Вот. Ну и вот немножко удивительно, что из этого утверждения следует много полезных наблюдений, которые уже действительно объясняют, как устроена жизнь. Вот мы с вами два таких наблюдения посмотрим. Значит, первое из них – это теорема анеявной функции, а второе наблюдение – это теорема функциональной зависимости. Вот давайте, значит, с теоремой анеявной функции начнем. Значит, вот пусть у нас есть непрерывно дифференцируемое отображение, то есть, я вот так даже следствие это назову, следствие, которое обычно называют теоремой анеявной функцией. Значит, пусть f отображает rnx на rmy в rm. Вот такое отображение, значит, оно получается из n плюс m мерного пространства в m мерное. То есть, пусть это отображение непрерывно дифференцируемо в окрестности точки x0, y0. Значит, точка x0, y0, x0 лежит в rnx, y0 лежит в rmy. Если выполняются два условия, первое, f от x0, y0, 0. И второе, матрица, определили вот такой матрицы, df, it по dy, j, t в точке x0, y0 не равен нулю. Вот если так выполнено, то существуют такие окрестности точки x0 и y0. Функция f из u, v. Значит, эта функция непрерывно дифференцируемая. Такие, что выполняется следующая равносильность. Значит, для любых x, y из u от x0, Декартова, v от y0, f от x, y равно нулю тогда и только тогда, когда y равно f от x. Значит, вот, собственно, вот в этой строчке и содержится утверждение теоремы о неявной функции. Значит, вот давайте, здесь много было всего написано, давайте чуть-чуть я поясню, что же это такое за зверь. Значит, там, конечно, вот когда там много всяких переменных, когда rn, rn, это немножко закрывает, так сказать, суть дела за многочисленными индексами и буквками. Поэтому вот давайте пока считать, что у нас с вами ситуация такая. rx умножается на ry. И отображение у нас в r. То есть обычная функция двух переменных. Что утверждает теорема о неявной функции? Значит, первое, что надо понять, что теорема о неявной функции разбирается с тем, как устроено множество точек x, y, где f равно нулю. Что это такое за множество? Как это делает теорема о неявной функции? Она говорит, вот отлично, значит, возьмем какую-нибудь точку x0, y0 из этого множества. Это как раз первое условие. То, что там функция f какая-то хорошая, это такие естественные для нас сейчас условия. Мы с вами плохих функций не рассматриваем. Они все непрерывно дифференцированы. Значит, вот возьмем функцию f непрерывно дифференцированную, да, и пусть хотим узнать, как устроено множество точек x, y на плоскости, в которых это функция 0. Значит, взяли одну точку из этого множества. Ну и мы с вами не ставим амбициозной задачей узнать, как все множество целиком устроено. Мы хотим понять, как это устроено локально. То есть, нас вполне удовлетворит результат такой, что вот в некотором квадрате там или прямоугольнике мы знаем, как устроено это множество. Ну и вот теорема неявной функции говорит, что если в данном случае у нас y1, если df под y не 0 в этой точке, то локально это устроено как что? Знаете, что это за запись? f от x, y равно y, равно f от x. Это значит, что локально это график некоторой функции. То есть, это просто график y равно f от x. То есть, получается, что локально вот это множество, да, какое-то множество точек, где f равно нулю. Если я возьму какую-то точку, наведу сюда микроскоп, то то, что я перед собой увижу, будет графиком функции. Ну, в общем случае, это будет графиком функции не обязательно y от x. Может быть, и x от y. Значит, конечно, при условии, что в каждой точке либо df под y не 0, либо df под x не 0. Значит, то есть, вот это прямо такая геометрическая суть этой теорены. Если у вас рассматривается невырожденная функция f, то есть, ее градиент не зануляется, то множество уровня этой функции, это и есть множество уровня, да, уровня 0, выглядит всегда как лоскутное одеяло из таких вот графиков составленных. В общем случае ситуация точно такая, только это график не функции, вот такой вот, которая одномерным x сопоставляет одномерной y. А это будет график функции от n перемен. Вот, собственно, и все. И отображающий rn в rn. Такое естественное обобщение. Но итог будет ровно тот же самый. То есть, итог такой. Множество уровня отображения, если оно невырождено, представляет собой вот графики функции. А как они с собой будут сшиты? Сколько их? Как они устроены? Связано это множество? Это уже глобальная такая геометрия. Мы про эту геометрию ничего с вами не говорим. Мы только локально рассуждаем. Это первый смысл теоремы о неявной функции. То, как устроено множество уровней. Второй смысл теоремы о неявной функции, это чисто алгебраический. Что вот опять пусть все в r2, но теперь картинок никаких нет. А мы хотим прям взять да решить уравнение. Вот нам говорят, найди решение f от xy равно 0. И решение, то есть, найди y. Найди y. Ну, например, вам дали уравнение ax плюс by плюс c равно 0. И говорят, найди отсюда y. Спрашивается, что нужно, чтобы вы смогли решить эту задачу? Чтобы вы смогли найти y? Ответ. Нужно две вещи. Первое. Ну, вообще-то бывает вот так. Бывает, что нет решения. То есть, первое, что вы хотите, чтобы решение было. Иначе бред. Как искать то, чего нет? Бессмысленная задача. Второе. Смотрите, что, ну хорошо, допустим, у нас не такая ситуация. Но допустим, что у нас ситуация вот какая. Найди y вот в таком уравнении. x плюс 1 равно 0. Найди y от x. Можно найти здесь y? Ну, нет. Вы можете, конечно, заняться всякой иезуистикой и сказать, ну, я нашел, здесь y любой. Но это не то, что хотели. Хотели, так сказать, чтобы по x фиксировали x и находился такой вот y от x. А не так, что любой y подходит. То есть, получается, что ну, должно быть, должна быть та переменная, которую я хочу выразить алгебраически. То есть, чтобы y искать, он в этом уравнении должен быть. Вот это и обозначает df под y, что это не 0. Это означает, что у вас f зависит от y. Что это не бессмысленная задача. Не такая, на которую ответ ты знаешь, это при любом и веке так. Вот. То есть, получается, что условия теоремы не явной функции, они алгебраически, очень естественные. Первое говорит, что вообще f бывает равно 0. А второе говорит, что f зависит от y. Ну, и тогда теорема отвечает, ну, окей, тогда ты можешь найти y. Конечно, локально. Конечно, не означает, что везде можешь, потому что все условия локальны. Да, все локально. Но локально, по крайней мере, можешь выразить y через x. То есть, вот как ровно это, так сказать, с линейными уравнениями там Мария Ивановна объясняла, так оно, собственно, и есть. Действительно, можешь найти y, когда b не 0. Да? И когда, так сказать, ну, вот вообще априори есть какие-то решения. Значит, точно такой же смысл у многомерного, у многомерного случая, когда у вас вот общая формулировка ТИАМ, а не АМН функции. Когда написано вот для r, теперь когда у нас x в rn, y в rn. Вот вы, что означает f от x, y равному люку. Это короткая запись вот такой системы. f1 от x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym равно нулю. fm от x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym равно нулю. Значит, то есть, это система из m уравнений на m неизвестных. Это сразу объясняет, почему у нас из rn в rn. да, что мы хотели сказать, рассматривая отображение f отсюда-сюда и хотят найти y. Ну, у нас получается, что это просто количество уравнений. Вот это m, и оно, конечно, должно быть таким, как количество неизвестных. Это еще мальванов в школе объясняет, что когда хочешь решить систему, да, и надеешься, что все будет путем, она решится там как-то хорошо, да, то обычно что первое смотрит? А у нас неизвестных столько же, сколько уравнений. Потому что если неизвестных меньше, чем уравнений, то связи слишком много. Такие часто не решаются. А если, наоборот, у нас переменных больше, чем уравнений, то значит, у вас реально вы не будете часть из них искать. Они, как правило, оказываются там вот теми самыми свободными переменными, которые ничем не отличаются от других параметров. Вот. Поэтому если вы хотите выделить группу, там, из m неизвестных, которые вы собираетесь искать, то, естественно, уравнение ожидает, что уравнение должно быть столько же, сколько неизвестно. Теперь спрашивается, а когда вы можете решить эту систему? Ну, во-первых, у нее, в принципе, должно быть решение. Это опять первое условие. А второе условие. Если вы вместо общей нелинейной системы, рассмотрите линейную систему, вот x, когда мы y выражаем через x, то x мы считаем параметром, а y – это как бы функция от x. Соответственно, можно так сказать, я x зафиксировал, а y ищу. Ну и тогда такой вопрос. Ну, хорошо, но есть какой-нибудь у меня известный пример, когда я решал бы уравнение. Ну, например, такой вот. Я решаю линейную систему. А y равно там какому-то b. Это то же самое, только у меня f1fm – это линейные. Линейные, значит, уравнения по y. Тогда это вот выглядит, как матрица какая-то умножить на вектор y равно какому-то вектору b. Так вот, давайте вспомним, в линейной алгебре, в аналитической геометрии, в простой алгебре, когда линейная система однозначно разрешима. Известно это вообще науке? Когда линейная система однозначно разрешима? Когда а обратима. Когда матрица не вырождена, правильно. Когда матрица не вырождена. Ну, отлично. А что такое матрица вот в этой системе? Это и есть d, f, it по d, y, j, t. Значит, вот условия в теореме неявной функции, в которой написано, да, что вот матрица из этих производных не вырождена. Это ровно и есть аналог условий из линейной алгебры или из обычной алгебры, что линейная система разрешима. И это неспроста. Да, мы же знаем, что... В чем фишка дифференцирования? Что сложное нелинейное выражение локально устроено как афинное. Так? То есть, локально устроено как а y плюс b или минус b. А значит, естественно, такую гипотезу вытянут, что когда она будет разрешаться, если это можно в дифференциальных условиях сформулировать, через производные, ну, наверное, тогда, когда матрица а не вырождена. Тем более, что вот такого же типа условий уже было в теореме об обратной функции. Вот. То есть, вот я хочу обратить ваше внимание на то, насколько естественны условия в теореме о неявной функции. Ну, о неявной она называется, потому что всегда, когда некая зависимость определяется из уравнения, о неявном законе x перешел в y, да, не говорится, как x выиграет, а говорится, что хочешь найти y, реши уравнение. Так вот, чтобы это было так, вы должны, ну, вот поэтому говорят, что это неявно, типа явной зависимости нет, поэтому неявно. А так вообще, по сути, эта теорема обычно почему-то считается сложным утверждением. Вот обычно это некая такая вершина этого семества там в курсе анализа обычно, ну, и вот студенты обычно считают, что это какое-то безумное, конечно, условия какие-то сложные, теорема какая-то непонятная. А еще у нее есть разные доказательства, они совсем там иногда дело затуманивают. Кажется, что это какое-то такое, значит, такое немножко густарное утверждение. А на самом деле это вот удивительным образом действительно, вот знаете, как вот я люблю говорить, что некоторые вещи в анализе, это что вижу, о том пою. Ну, и вот хочу узнать, когда решается уравнение, ну, что я вижу? Ну, вот оказывается, то, что вижу, то и есть необходимые и достаточные условия. То есть, вот замечательное совершенно наблюдение. И геометрически тоже очень наглядная штука. Как мы себе представляем множество уровней? Как и линию? Спроси любого, что такое линия? Какой-нибудь пример, знаешь? Ну, самый простой. Он говорит, ну, возьми функцию, вот у нее график, это вот линия. И так и есть. А множество уровней это набор таких графиков. Вот. Но обычно такие утверждения, которые вот так, так вот прям природу описывают, да, они не банальны. И теорема, они явные функции, она тоже не банальна. Но мы с вами столь могучие утверждения уже имеем на руках, как теорему об обратной функции. Что вот, если владеть теоремой об обратной функции, то это утверждение, на удивление, становится очень простым. И идея его доказательства, как идея вот еще одного примера, который мы сегодня рассмотрим. Следующий. Выбери правильную систему координат. и утверждение станет очевидным. Вот теорема о дефиомархизме позволяет выбирать подходящую систему координат. Вот. Давайте мы это сделаем. Значит, я буду проводить доказательства, так как будто у меня функция двух переменных f от x, y и x, y одномерные. Но надо иметь в виду, что все, что я сделаю, никак не использует размерность x, y. Что они одномерные, что они m-мерные, это совершенно не одно слово в доказательстве, не надо менять. Вот. Но просто так проще, и вам, когда вы это слушаете, особенно те, кто слушает это первый раз, это значительно проще так рассуждать. Значит, давайте сделаем вот такую штуку. Значит, вот сделаем замену координат. а именно от координаты x, y перейдем к координатам u и v по такому правилу u равно x, v равно f от x, y. Тоже совершенно незатейливое действие, и оно так выглядит, как вот сначала, как, ну, какой читерский штуцал, буквки новые и ввел, и вроде как все доказал. Окей, давайте понаблюдаем, значит, что это такое. Во-первых, ну, это замена, да, была пара x, y, стала пара u и v. Чтобы это было действительно заменой, я должен уметь возвращаться обратно. То есть, должен уметь x, y выражать по u и v. Значит, я так вот глобально этого не знаю, естественно. Вообще, ничто не мешает, когда вы какие-то буквки u и v выражаете через x, и ввелик, ничего не мешает это все куда-то отправить, там, в ноль, скажем. И никакой это замены не будет. Но давайте посмотрим, что это в окрестности точки x0, y0. Чтобы узнать, как устроено отображение, надо посмотреть матрицу и коби. Значит, матрица и коби это du по dx, то есть 1, du по dy, то есть 0, v по dx, то есть df по dx, dv по dy, то есть df по dy. В точке x0, y0. Давайте посмотрим, чему равен определитель этой матрицы. это просто 1 умножить на df по dy. Когда размерность y не единица, то здесь, конечно, стоит что? Здесь стоит целая матрица, а не число df по dy. Вот, тогда мы будем перемножать, соответственно, и здесь единичная матрица будет стоять, здесь будет df и dp dy jt. Но все равно это блочная структура будет и, соответственно, определитель произведения вот этих вот, определителей этих блоков. Вот. И в точке x0, y0 это не 0. Значит, в точке x0, y0 у этого отображения, давайте его буквы все обозначим, матрица и Коби не выражены. Что тогда нам обещает теорема об дифераморфизме, об обратной функции? Она говорит, что существует такая окрестность, я не знаю, q от x0, y0 и окрестность там, w от какой точки, куда x0, y0 перешло? Значит, x0 в x0, да? А x0, y0 перешло куда? В равно 0, потому что f от x0, y0 это 0. Значит, существуют такие окрестности q и w, что отображение psi из q в w дифераморфизм. Значит, это, собственно, мы взяли некое отображение, сейчас мы поймем, почему оно хорошее для нас задача, но и оказалось, что это отображение дифераморфизма. А теперь давайте посмотрим на картинке, что же произошло. Ну и, собственно, глядя на картинки, поймем, что, в общем, все доказано. Вот так вот ничего не сделали, но уже все доказали. Но так обычно и бывает с заменами координат. Значит, вот у нас оси x, y, вот здесь точка x0, y0. Значит, вот здесь окрестность q. Вот система координат q и v. Так, здесь у нас точка x0, 0. Вот ее какая-то окрестность дубль в. Значит, и между этими окрестностями отображение ψ осуществляет дифераморфизм. Теперь, что я сделаю? Значит, давайте подумаем, а вот здесь в этой окрестности есть такое множество, где f равно 0. Значит, какое-то множество, оно может из нескольких кусочков состоять, да? вот куда это множество, где f равно 0, перешло? Значит, оно в этой окрестности перешло вот сюда. Почему? Потому что точки, у которых f равно 0, у них в образе v равно 0. У нас замена какая? u равно x, v равно f от x, y. То есть, когда я беру точку x, y, такую, что в ней f равно 0, я заведомо получаю точку на оси u. Вот здесь. То есть, вот это множество, где f равно 0, оно превратилось в кусок оси, то есть, выпрямилось. Грубо говоря, я скажу так, я выпрямился с помощью этого дифераморфизма. Я вот это кривое множество, которое множество уровня, выпрямил в кусок прямой. Теперь давайте, значит, подрихтуем эту ситуацию, поскольку эти окрестности q и w, да, они какие-то, их геометрия мне неизвестна. Я поэтому вот здесь вырисую прямоугольничек. Вот у него нижнее будет u, здесь будет v, да, как раз u от x 0 и v от y 0. Вырисую этот прямоугольник так, чтобы выполнялось следующее. Чтобы psi от u на v, да, значит, u – это нижнее основание окрестности x 0, v – это вот так вот, да, боковая. Значит, чтобы вот psi от этого, здесь v большой, пересечении с множеством, v маленькое равно 0, чтобы это было в точности u большого. u от x 0. Понятно, да, значит, вот априори это не для любого прямоугольника так. Значит, чтобы это было так, можно сначала взять какой-то прямоугольник, который здесь внутри, отображение psi, его куда-то тут, так сказать, отобразить. Вот, дайте я нарисую рисуночек какой-то, значит, вот была окрестность, которая w, а потом я взял вот этот прямоугольник и его отобразил. Но он тоже перешел во что-то весьма кривое. Вообще-то, никто не говорит, что это должно быть хорошее. Вот он в какую-то такую вот загогульную перешел. Значит, вот здесь точка х0 0. Да, образ точки х0 y0. Ну, а теперь я что делаю? Вот я беру и здесь выделяю вот u. Так беру, чтобы оно полностью здесь лежало, чтобы это была окрестность точки х0 на оси u. Вот это и будет теперь новое u. То есть, я сначала взял какую-то, отобразил, но если я теперь подожму u немножко, если мне надо, вот, допустим, сначала было u штрих, потом вот здесь я выбрал внутри u, и теперь я вместо u штрих возьму просто u. То будет, очевидно, выполнено вот это равенство. Потому что, когда я возьму образ u на v, то я получу, естественно, что, с одной стороны, я всегда получаю, значит, и возьму пересечение с v равно нулю. Так? То это что? Я возьму образ, пересеку его с этим, а теперь, смотрите, x, они же бегают по u, значит, я заведомо получаю подножество u. Но из-за того, как я это u здесь выбрал, так, что я его взял в образе, наоборот, u лежит внутри вот этой штуки целиком. у каждой точки u есть прообраз в этом прямоугольнике, который что? Который переходит в точку вот сюда. Вот это вот возможность взять прообраз. Вот, например, если я целиком вот был раньше старое u, то у меня могло быть вот такое. И здесь не у каждой точки есть прообраз. Да? А я взял кусочек, который целиком лежит и в прообразе, и на оси u. Поэтому выполнено это равенство. Ну, а теперь смотрите, давайте посмотрим, хорошо, а что обратно происходит, когда я теперь в обратную сторону смотрю? Вот ψ сюда шло, а ψ в минус первый идет обратно. Значит, ψ в минус первый от вот этого множества, от вот этого пересечения, да? То есть, это что такое? ψ в минус первый от таких точек u ноль, где u принадлежит вот эту большую окрестность u. Что это такое за множество? Это в точности множество тех x, y, что x лежит в u, y лежит в v, и f от x, y равно нулю. давайте поймем, почему это так. Почему прообраз вот этого кусочка это в точности множество f равно нулю в этом прямоугольнике? То есть, это вот точности там, где f ноль. потому что когда вы берете точки вот отсюда, то спрашивается, их образ это что? Их образ это как раз u ноль, потому что v это f, а f равно нулю. И наоборот, когда вы берете точки отсюда, берете точку u ноль, и говорите, откуда они получились? Ответ, ну смотрите, откуда они получились. Они получились из u на v, то есть, точка u ноль это то, что получилось из какой-то x y, где x лежит u, а y лежит v, но при этом получилось u ноль, значит, это была точка f от x y равно нулю. Вот. То есть, вот это равенство верно. Вот для, собственно, чтобы это равенство было верно и выбиралось u вот таким. Ну а теперь осталось просто посмотреть, а что такое psi минус первый. Значит, вот для этого давайте я пока, чтобы ничего не стирать, и вы потом могли задать вопрос вот здесь. Просто напишу, что такое psi минус первый. Это надо наоборот x выразить через u, но x равно u, а y выразить через v. То есть, какая-то функция от u и v. Но не просто какая-то, а поскольку обратное отображение тоже по теореме обратном, непрерывно дифференцируемо, то функция g это непрерывно дифференцируемая функция. Теперь, когда я это применяю к вот этому множеству, то я вместо v должен подставить ноль. Значит, получается, что psi в минус первый, ну вот, что-то все-таки пойдет стереть. А psi в минус первый от множества u ноль таких, что u принадлежит u большому, это в точности будут такие x, y, что x принадлежит u, а y равно g от x ноль. Ну, вот эту g от x ноль мы будем увеличать f от x. Тем самым получилось, что с одной стороны это множество, это множество тех x, y, где f от x, y ноль. А если явно написать psi минус первый, то получится, что это множество x, y, где y равно f от x. То есть, это в то же самое время есть график функции какой-то функции f от x. Значит, здесь много как бы моментов рассуждения, но теперь вот идейно. Мы взяли дифиоморфизм вот такой u равно x, v равно f от x, y. Проверили, что при наших условиях это действительно дифиоморфизм. Поглядели, куда он отправил множество f равно 0. В кусок прямой. А теперь применили к этому обратное отображение. посмотрели на структуру обратного отображения и вот видим, что это, поскольку x не меняется, а меняется только y, то и в обратную сторону x не меняется, а меняется только y. Ну и тем самым получается, что у вас y есть функция от x. Если v равно 0, то обратное отображение вам такое множество переводит в график функции y равно f от x. Вот. Значит, это полное доказательство вопроса. Надо ли что-то прокомментировать? А вот у меня вопрос. Скажите, говорят очень часто, что теорема об обратной функции, теорема анеявных функций, они в некотором смысле двойственны. Что это означает? Ну, это означает, что вы можете теорему об обратной функции вывести из теоремы анеявной, а можете теорему анеявной вывести из теоремы об обратной. Вот если вы возьмете, значит, напишите, вот как теорема об обратной функции выглядит. Это y равно f от x. Правильно? То есть, это что такое? Давайте я вам немножко поменяю y и x местами. Значит, я так понял, что вот поэтому вопросов нет. Здесь понятно. Пока не родились. Ну, тогда давайте я вот сотру, чтобы прокомментировать то, что вы спросили. Значит, действительно, и более того, во многих учебниках все наперед делается. Сначала теорема анеявной, а потом теорема об обратной. Но на самом деле, как бы, на мой взгляд, геометрически гораздо правильнее в другую сторону действовать. Надо научиться вводить в систему координат, и тогда сумеешь доказать теорему анеявной. Но, в принципе, это похоже лучше. Вот смотрите, вы хотите найти обратную функцию к функции f. Что вы делаете? Вы можете так на это свадить. Вот у меня есть f от y равно x. А я хочу y равно какая-то функция от x. Правильно? Давайте на это посмотрим так. Ведем отображение такое. f от x и уравнение. Ну, отлично. что я хочу? Я хочу решить уравнение f от x y равно 0. Ну, или если это отображение из rn в rn, то система уравнений. Но теорема анеявной функции что говорит? Когда можно решить такое уравнение? Когда? Ну, во-первых, у него есть решение, но это мы так взяли. Мы взяли точку x0, y0. не любую, а так, чтобы f от y 0 равнялась x0. А второе самое важное требование, что у вас df под y должно быть что? Не 0. А что такое df под y здесь? Это значит, что у вас f' от y 0 не 0. Вот. То есть, если у вас есть теорема анеявной функции, то теорема в обратной является фактически ее частным случаем, а если у вас есть теорема в обратной функции, то из нее мы только что выверили теорема анеявной. Но геометрически это нехорошо так думать, потому что тогда перед вами теорема анеявной это не геометрическое наблюдение, которое я сейчас еще прокомментирую, а это некое алгебраическое утверждение, а вы можете как частный случай того, что вы умеете решать уравнение, но вот еще и теорема в обратной доказательной. А на самом деле смысл теоремы анеявной состоит в другом. Он в том, что в правильной системе координат, что чтобы решить уравнение или чтобы описать множество решений, надо просто ввести правильную систему координат. И тогда в этой системе координат все будет совсем просто. Вот смотрите, по факту, что произошло в доказательстве теоремы анеявной. по факту произошло следующее. Вы значит, вот мы сделали замену, да, там у нас у от xy, в в от xy. Ну, конечно, у нас было у это было x, в это было f от xy. Но чем эта замена хороша? Вот у меня была функция f от xy. А теперь как эта функция выглядит в новой системе координат u и v? Чтобы это найти, надо подставить сюда зависимость x от u и v, y от u и v. Но мы так ввели систему координат, что получится v. Что же это означает? Означает следующее, что в правильной системе координат, да, вот у меня, вот представьте, вот была плоскость, на этой плоскости не было никаких координат пока, и была функция, она была точку a, и сопоставляла этой точке какое-то значение f от a. Была другую точку и другое значение сопоставляла. Вот у меня над плоскостью висела какая-то функция, какая-то зависимость. Теперь я зачем-то решил задать эту зависимость формулой. Ну и ввел, как мы Ивана советовала систему координат x, y. У точки a тут же появились координаты x0 y0, а функция стала функцией от xy. Какой-то сложной функции, каким-то сложным выражением от xy, которое написать там не всегда можно. Что говорит теорема о неявной функции? Она говорит следующее, что если вот в этой зависимости я знаю, что f df под y не ноль, или понятно, что теорема неявная, можно менять xy местами, df под x скажем, не ноль, или вот df под x не ноль, что-то одно из этого не ноль, то я могу так ввести систему координат, какую-то более хитрую, u и v, что в этой системе координат, это вот сложная зависимость, превратится просто v. А что такое v? Это самая простая, что такое одна координата, функция, которая u и v сопоставляет v. Это простейшие линейные функции, какие-то бывают. Значит, получается, что теорема неявная функция, ее доказательство, по факту вот как выглядит. Мы ввели систему координат локальных, где сложная функция превратилась просто в координату. Теперь какой был вопрос изначально? Вопрос был такой. Описать все в координатах u и v все u и v такие, что v равно нулю. Ну, а что здесь описывают? Вот это кусок оси. Да, вот у меня u, вот v, где v равно нулю, вот здесь равно нулю. Так, дальше какой был вопрос? Решить уравнение, найти v, ну, я нашел, v равно нулю. Вот. У любое v равно нулю. Ну, у любой из окрестностей, где я так делаю, да, а v равно нулю. Теперь, конечно, вы скажете, вам скажут, когда вы так ответите, вот вам говорят, ну, вот смотри, была задача решить уравнение e под xy равно нулю. Или описать множество решений. вы скажете, окей, локально выглядит так, вот кусочек прямой, но это и есть решение. Но вам ответить, нет, так не честно, потому что это в каких-то координатах там непонятно каких. а вот ты давай найди мне в исходных. Ну, если в исходных, то тогда выглядит так. Надо вот взять, вернуться обратно и заметить, что получится y равно f от x. Что эта штука превратится просто в кусочек графика. Ну, и это считается итогом теоремы они явно функции. Вот. Теперь еще важное замечание. у нас в этой теореме есть условие, что f от x 0, y 0 это 0. Но вы всегда можете это условие удовлетворить. Какая бы функция f от x y ни была, вы всегда можете перейти к функции вот такой. Вычьте константу. Эта функция будет в точке x 0, y 0 0. Значит, получается, что в подходящей системе координат это просто координата, а значит любая функция, у которой не выражена либо по x производной, либо по y, она в правильной системе координат имеет такой вид. Это v плюс констант. То есть локально, поэтому это все замена координат локальные, маленькие, как и снастя в точке x 0. Но получается, что любая функция, у которой градиент в точке не выражен, она локальна в этой точке, в правильной системе координат, есть просто линейная плюс константа, причем из линейных это координата. А ее линия уровня это просто что? v равно константа, прямые, ну или гиперплоскости. Вот это замечательный совершенно итог теоремы о неявной функции, что у вас любая функция сложная, какая-то там немыслимая зависимость x1xn, если у нее градиент в точке не 0, все, она локально в окрестности точки может быть приведена к линейной функции, ну или кофинной. Вот если мы сегодня успеем, то в конце лекции мы узнаем, что там, где градиент 0, но вторые производные не выражены, функция может быть приведена квадратичной. И получается, что у вас локально в типичных ситуациях функции либо линейной, либо квадратичной. Ровно такие изучает алгебра. И в этом смысле это совершенно замечательное достижение анализа, что алгебра не просто так изучает линейные и квадратичные отображения, потому что оказывается любое отображение локально в неособых точках либо линейно, либо квадратично. Вот этот замечательный итог. И этот итог можно осознать только если вы воспринимаете эту ситуацию как замену координат, а не как алгебраические упражнения в выражении y через x и так далее. Кстати, вы имеете в виду, если вы пишете что-то в чате, я отсюда не вижу, поэтому лучше говорите, если что, либо я потом прочитаю. Так, значит, это то, что касается теоремы аньянной функции. Теперь давайте вот о чем поговорим. Еще одно следствие и еще одно совершенно замечательное применение теоремы об обратной функции. Это так называемая теорема о функциональной зависимости. Значит, следствие тоже обычное утверждение, которое имеет такой во многих учебниках, во многих подходах такой чисто алгебраический смысл, а на самом деле тоже очень геометрически наглядная вещь. Значит, давайте, теорема о функциональной зависимости. Значит, две части давайте сделаем. Первая часть такая. Пусть F1 Fm, где m меньше либо равно n. Это непрерывно дифференцируемые в окрестности точки a функции из rn в r. То есть, у вас есть набор из m функций. Тогда, если дифференциалы этих функций, а это что такое дифференциалы? Это такие, ну, просто линейные функции, правильно? Это линейные функции. Я напоминаю, на прошлых лекциях я пояснял, что это то, что с векторами работает, такие линейные функционалы. Так вот, если эти функционалы линейно независимы, независимы в точке a, то не существует отличной от нуля функции f такой, что f большое f1 от x fm от x равно нулю. Значит, тут надо пояснить, не существует отличной от нуля в некоторой окрестности точки f1 от a fm от a. Значит, вот это давайте я прокомментирую, потому что это тоже важно, что f не может быть f такой, не может быть f такой, что она не ноль, для всякой окрестности u f от a f1 от a f m от a. То есть, вы не можете в окрестности точки f1 от a fm от a придумать такую функцию f, не нулевую, что она свяжет между собой значение f1 от x fm от x в окрестности точки a. В окрестности точки a. Вот, смотрите, как дело устроено. Оказывается, что не может так вот быть. Значит, это что за теорема такая? Вот у вас в линейной алгебре есть самое важное понятие какое? Вот там есть вектор, есть линейный функционал, это все хорошо, но, пожалуй, там вот серьезные вещи начинаются, когда вы начинаете понимать, что есть линейно зависимые вектора, а есть линейно независимые. Что такое линейно зависимые? Это когда вы можете, грубо говоря, один выразить через другие, правильно? Ну, или написать нитериальную линейную комбинацию. А как сказать про функции? Вот есть функции f1 от x fm от x, которые на самом деле, ну, они уж совсем нелинейные, какие-то зависимости. и мы хотим узнать, вот можно ли их друг с другом связать каким-то нитериальным соотношением? Можно ли как-то одну функцию выразить через другие? Это вообще очень естественное в природе выражение. Вот вы ищите разные функции перед вами, участвуют. Вот можете ли вы одну функцию выразить через другие посредством какого-то алгебраического вообще какого-либо выражения? Вот это не так тривиально, что 0 на f1 плюс 0 на f2 равно 0. Это не считается. Вот надо, чтобы было нетривиальное некое выражение, которое значит свяжет между собой f1 и f1. И это какая-то кажется безумная задача, потому что функции это нелинейные, вам не вектора узнавать ли они независимые или нет. И выражение, которым вы связываете их, это тоже какое-то нелинейное выражение. И вот чудесным образом, когда у вас есть дифференцируемость, ответ на этот вопрос сводится к линейной алгебре. Оказывается, есть ли у вас алгебраическая связь между функциями f1 и fm или нет у вас этой связи? Ответ такой, давайте посмотрим на их дифференциалы и просто проверим, что эти штуки являются линейно независимыми. Значит, если они линейно независимы, то такой связи нет. А следующий пункт сейчас утверждения будет наоборот, что если линейно зависимы, то такая связь обязательно есть. Вот это выглядит тоже как нечто такое феноменальное, потому что вы попробуете в жизни взять какие-нибудь функции небанальные и доказать, что одна не выражается через другие. А здесь задача свелась, а вот проверить там линейно зависимые вектора. Это легко, потому что ну что надо сделать? Надо взять градиенты этих функций, составить из них матрицу и посмотреть определитель ранку этой матрицы какой, максимальной или нет. Вот собственно и все. Это почти алгебраическое действие. Значит, давайте мы... Да, это еще одна штука иллюстрирующая. Вот если кто смотрел видео предыдущих лекций, то мог видеть, что я показывал, что очень полезно расслоить, вот отделить то пространство, где живут иксы, от того, где живут сдвиги, вектора, касательное пространство и ко-касательное пространство. То есть, с каждым РН, грубо говоря, полезно связать две его копии, которые как бы отвечают за линейную структуру дифференцирования, за линейную часть. И вот дифференциалы функции, они живут в ко-касательном пространстве. И вот получается так, что глядя на эти дифференциалы, мы не просто знаем, как что-то там меняется с функцией РН, а глядя на эти дифференциалы, мы, например, можем говорить совершенно конкретные вещи про Ф1, ФН. Можем говорить, связаны они между собой или нет. И так далее. То есть, вот вопрос о том, можно ли связать эти Ф1, ФН, зависимы они друг с другом, решается вот там в ко-касательном пространстве, как зависимы, есть ли зависимость между дифференциалами или нет. Вот. Значит, вот это первая часть утверждения. Теперь давайте вторую часть утверждения. Это негативный, как бы, что нет такой функции. Теперь давайте позитивный. Значит, вторая часть звучит так. Ну, преамбула вся та же самая. Значит, пусть у нас Ф1 ФМ М меньше либо равно М. Вот они непрерывно дифференцируем в окрестности точки А, ну и это функции ЗРНВР. А вот теперь давайте что по существу. Значит, предположим, ну, мне удобнее будет так сформулировать. Если ДФ1 ДФМ-1 линейно независим в точке А и в окрестности точки А ДФМ линейно зависим ДФ1 ДФМ-1 то то ну, то есть ДФМ выражается как линейная комбинация. Даже я не знаю, может, напишем в окрестности точки А ДФМ давайте прямо тут будет наглядь. что ДФМ это есть лямбда 1 ДФ1 плюс так далее лямбда М-1 ДФ М-1 Надо иметь в виду, что когда вы меняете точку, лямбда это и то же что? Естественно, меняются. Это никто не говорит, что это с одними и теми же лямбда происходит. Они тоже меняются. Но вот это должно быть выполнено в каждой точке некоторой окрестности точки А. Вот если это так, то существует причем непрерывно дифференцируемая функция G такая, что Fm от х есть G F1 от х F М-1 от х в окрестности точки А. То есть если у вас дифференциал одной функции выразился через дифференциалы первых n минус 1, то это будет означать на уровне функции, да, вот это в ко касательно, а это на уровне функции, что у вас одна функция выразилась как выражение какой-то функции от других. Тоже совершенно удивительное, очень красивое утверждение, прям вот так сказать, очень много чего разъясняющее, если вы теперь хотите узнать, можете ли вы, вот вам задача, да, три функции, вопрос, выражается ли третья через первые две, хоть как-нибудь она выражается, ответ, ну давайте на дифференциалы посмотрим, если есть линейная зависимость, выражаются, если нет, сори, вот, значит, вот это такое суперутверждение, есть ли вопросы по формулировке, значит, можно было бы думать, что поскольку на утверждение такое, ну удивительно красивое, такое весьма глубокое, что это, ну это сложно, что это сложно делается, значит, на самом деле поразительно, но это делается в одну строчку, и именно благодаря теоремия в обратной функции, вот, давайте мы это дело с вами докажем. Станислав Валерьевич, а вот в первом условии на ПСИ было условие, что функция непрерывно дифференцируемая? Нет. Любая? Любая, вообще никакой, ну она не ПСИ, а ФИ, но ее вообще никакой нет, кроме нулевой тождественной. Вот, то есть, какую вы ни написали хитрую, она должна будет в окрестности точки F1 от А, Fm от А оказаться тождественной нулевой, представляете? Вот, так вот, значит, смотрите, как это делается. А можно спросить? Я вот с такой формулировкой сталкивался в каких-то книжках, что просят, чтобы вот эти ДФ-ы были линейно-независимы почти всюду. Вот почему можно ввести такое как бы ослабление? Ну, это я не знаю, почти всюду. Ну, нет, понимаете, там линейно-независимы, независимы, это достаточно в одной точке по ТЭЛу. Почему? Потому что они же у нас гладкие достаточно. Может быть, это было связано с каким-то отсутствием гладкости. Это вот обычно вопросы почти всюду возникают, когда у вас там функции уже, скажем, не являются непрерывно дифференцированными, а, скажем, липшицами. У них и с производными все хитрее устроено. И там могут быть какие-то условия, там, например, в точке бессмысленно бывает ставить условия. Надо ставить условия на области, скажем, они там, я не знаю, линейные независимы в целой окрестности, или еще что-то, или почти всюду. А у нас с вами, смотрите, у нас поскольку непрерывная дифференцированность, то когда у вас линейная независимость в точке, это просто же означает, мы сейчас даже выпишем, что там некоторый значит, некоторый минор не нулевой, да, а это сохраняется из-за непрерывности в целой окрестности. Поэтому вот линейная независимость в точке, она сразу повлечет линейную независимость в окрестности. А вот наоборот, линейная зависимость в точке совсем не обязательно это означает в окрестности. Но у вас может так случиться, что у всех этих функций в точке дифференциалы занулились. Но при этом, как только вы отойдете, это разные функции. Вот. Вот, например, вы возьмите там х1 в квадрате и х2 в квадрате. В нуле это нулевые дифференциалы, они, конечно, линейно зависимы. А вот в окрестности отойдете, уже никакой линейной зависимости не будет. Поэтому, вот, так сказать, здесь тоже так вот немножко по-разному, да? В одном случае требуется в точке, а в другом случае требуется в окрестности, чтобы было. Но вот по прочти всюду это надо смотреть, что, так сказать, имел в виду автор. Я с таким не сталкивался, я как бы больше знаком с гладкой формулировкой, когда все не прониклиференциалы. Вот. Но это было вроде в теореме Фравениус от слоения гладких многообразий. Ну, ладно, я вроде понял. Гладкой все. Нет, это действительно бывает в теоремах Фравениуса, но просто обычно в теоремах Фравениуса это достаточно гладкая. Ну, это гладкая наука. Там гладкие, ну, ее по-разному может, там гладкие распределения, например, и так далее. Поэтому, не знаю, надо писать. Если потом скажете какая, или пришлете просто там в чат или на почту как формулировку, я могу посмотреть по комитету. Ну, ладно, я вроде что-то понял хотя бы. Да. Вот. Значит, доказательства. Доказательства. Доказательства совершенно замечательные. Вот, смотрите. Во-первых, давайте все-таки осознаем, что значит, что DF1, DFM линейно-независимы. Значит, это что означает? Означает, что, ну, мы с вами помним, да, каждый дифференциал, он будет задаваться вектором градиента. Это значит, что если я напишу вот такую матрицу, DF1 по DX1, DF1 по DXN, так далее, DFM по DX1, DFM по DXN, то в этой матрице будет ненулевой минор порядка M. Теперь, с точностью до нумерации координат, я могу считать, что это минор вот. Вот это, M на M, матрица, которая не выражена. Если это не так, если мне другие столбцы надо взять, то я просто, значит, перенумерую координаты, это не повлияет на утверждение, как вы понимаете. От того, что я теперь пишу Х2 называю Х1, а Х1 называю Х2, утверждение не меняется, а мне приятно. Ну или, так сказать, вот. Значит, вот теперь считаем, что у меня именно вот этот минор не выражен. А теперь просто делаем замену координат. так, чтобы Ф1 и ФМ превратились в новые координаты. Вот у нас У1 равно Ф1 от Х1, ХН, так далее. УМ равно ФМ от Х1, ХН. А дальше функции закончились, ну и я просто оставляю те координаты, которые есть. ХН плюс 1 и так далее. УН это ХН. Сделаем такую замену координат. Это замена координат, мы сейчас проверим, замена она или нет. Но в чем ее фишка? Она превращает эти функции в новые координаты. Вот эти Ф1 и ФМ превращаются в новые координаты. Значит, но чтобы это была замена, действительно, мне надо проверить, что матрица Икобин в точке А не вырождена. Давайте выпишем эту матрицу Икобин. Что это будет за матрица Икобин? Значит, она будет устроена так. Значит, вот вы начинаете выписывать там ДУ1 по ДХ1 и так далее. Значит, у вас будет ДФ1 по ДХ1 и так далее. ДФ1 по ДХН. Так доходите до Мтова ДФМ по ДХ1 ДФМ по ДХН. А потом у вас диагональ прошла просто. Просто единичная вот здесь выделяется блок М на М, а потом просто единички. И дальше нули. Понятно, да? Потому что здесь только одна будет, не нулевая, когда по соответствующей переменке референции. чему равен определитель этой матрицы? Он равен произведению этого на единичную. То есть, он не ноль. Значит, передо мной честная замена координат. У меня есть окрестность точки. Значит, понятно, да, что не нулевой определитель. Я его сейчас сотру, потому что здесь, собственно, видно, что не нулевой. Вот. Значит, у вас получилась замена замена. Вот у вас была точка А, у нее была окрестность какая-то, ну, есть окрестность там Q. Так? А в новых координатах, здесь жили координаты X, X, X1 и так далее, XN. А в новых координатах U1 и так далее, UN у вас есть окрестность W, точки с координатами F1 от A и так далее, Fm от A, ну, и здесь вот AM плюс 1 и так далее, AN. Значит, предположим, что есть такая функция F, которая связывает между собой F1 F1 и так далее. Что это будет означать? Значит, если есть такая функция, которая вот в некоторой окрестности точки A связывает между собой F1 от X и так далее, Fm от X. Что это бы означало? Давайте сделаем замену координат. Это значит, что в этой системе координат функция F U1 U M равна нулю в окрестности вот этой точки. В частности, в окрестности F1 от A Fm от A по первым координатам, потому что она от других-то не зависит. И что получилось? Если связь есть, что это 0, то отсюда в новой системе координат следует, что в целой окрестности эта функция 0. Но это утверждалось, что вы не можете придумать нитариальную связь. То есть на самом деле утверждение банальное. В правильной системе координат F1 Fm это независимые координаты. То есть когда вы здесь шевелите X, F1 Fm заметают целую окрестность со своими значениями. Точки F1 от A Fm от A. То есть они меняясь, вот в чем фишка этой замены, что у вас здесь X бегает по окрестности вот этой, а в образе из-за того, что это дифиоморфизм, у вас заметается открытое множество вокруг точки A. В частности заметается открытое множество значениями вот этих функций. Значит на целой окрестности это 0. Поэтому ненулевую вы придумать не можете. Вот доказательства первой части. так, есть ли вопросы по этому кусочку? Значит, теперь доказательство второй части. Ну, теперь, когда после вот этого, я думаю, что должно быть понятно, как второй будет делать. вот у нас есть F, второй кусочек. Вот у нас DF1, DF, M-1 независимый. тогда я могу ввести систему координат так, что U1 это будет F1, UM-1 это будет FM-1. Ну, а дальше там как получится, да, UM, UN. Тогда смотрите, что мне было дано по условию, что DF, M это λ1, DF1 плюс так далее плюс λ M-1 DFM-1. А теперь великая инвариантность первого дифференциала. Когда я запишу функцию FM в новых координатах DFM, дайте, чтобы отличие было, я с волной напишу, значит, F с волной это я подставил место X, X от U. Так вот, в новой системе координат я напишу, что это λ1 DU1 плюс так далее λM-1 DUM-1. Так? То есть дифференциал FM записался вот так через дифференциалы DU1 DUM-1. Но кто такие λ1, тогда и λM-1? Это частные производные по переменной U1 и UM-1. А каких частных производных здесь нет? по переменам UN, UM и так далее UN. Это значит, что эти производные нули. Дифференциал же единственным образом записывается. Это значит, что у вас здесь нет, видите, переменных M, UN. Это значит, что F с волной M это функция от U1 UM. То есть вот в этой системе координат FM с волной это просто U1 от UM. Ну а теперь спрашивается, а как мне от F с волной вернуться к R? Что такое FM от X? Это надо взять FM с волной и подставить туда вместо U1 UM их соответственно выражение через X. То есть F1 от X FM минус 1 от X. Извиняюсь, здесь M минус 1. Вот. Вот я и получил, что это выражение на самом деле зависит от FM от X зависит от F1 от X FM минус 1 от X. Опять же, вот в чем доказательство было? В том, что в правильной системе координат вот эти функции, чьи дифференциалы независимы, это новые координаты. А значит, вот это равенство, что дифференциал выражается через них, это просто такая запись того, что функция не зависит от остальных координат. Значит, она зависит от этих. Ну а в старой системе координат это то же самое, что она зависит от F1 и Fm минус 1. Вот это завершает доказательство второй части теоремы функциональной зависимости. Есть ли здесь еще вопросы? Значит, смотрите, еще последняя иллюстрация, на которой я хотел бы обсуждением теоремы об обратной функции и ее следствии закончить. Значит, иллюстрация вот в связи с тем, что мы здесь с вами увидели. Вот в том, как мы доказывали вот это вот утверждение. Значит, вот просто картинка, чтобы у вас в голове она была. Значит, вот есть Rn. Да, Rn, здесь есть координаты x1 и так далее, xn, и здесь есть функция F от x. Мы с вами знаем, что вот есть касательное пространство, да, здесь живут сдвиги, и есть ко-касательное пространство, где живут дифференциалы, ну и вообще живут линейные функционалы на векторах. Тогда смотрите, что фактически сейчас происходило, когда мы с вами делали замену картинок. Вот здесь есть x1 и xn, здесь есть базис dx1 dxn, базис сопряженного пространства двойственный базису x1 и xn, ну, точнее тому, что ему соответствует касательном пространстве. Теперь у меня здесь были заданы функции, ну пусть их будет n штук, df1 dfn. Вот если я говорю, что они линейно независимы, их n штук, значит, я что здесь задал? Я задал здесь другой базис. Правильно? Значит, когда я задал df1 dfn так, что это линейно независимо, я задал другой базис. Так вот, что говорит Тиарема в обратной функции? Она говорит, что на самом деле, взяв вот здесь другой базис, я вот здесь получаю другую систему координат. Я могу ввести координат теперь u1 равно f1 от x и так далее xn, un fn от x1 и так далее xn, и вот в этих координатах u1 un этот базис будет базисом d u1 d un. То есть переход от одного базиса к другому здесь, в линейном пространстве, от одного базиса линейного к другому ведет к тому, что я здесь делаю переход от одной системы координат к другой, но этот переход, он уже не является линейным, он такой, как говорят, я ввел криволинейные координаты. Значит, это первая иллюстрация, что вы вот видели, как одно с другим соотносится. И еще одна иллюстрация тоже того, что происходит, это, да, кстати, я здесь должен дополнить, на РН вот это то, что живет в ко-касательном пространстве, всегда может быть записано либо как дифференциал функции, либо как дифференциал функции, умноженный на другую функцию. Это замечательное утверждение под названием Лемму Куанкере. Вот на более сложных поверхностях это уже не так, и это отвечает за некую геометрию. А так, на самом деле, когда я говорю по дифференциалу функции, я почти не умоляю общность по отношению к любым линейным функциям из ко-касательного пространства. Теперь, значит, еще одна иллюстрация по поводу криволинейных координат. Вот тоже полезно ее в голове держать. Вот я сделал замену координат. Собственно, все утверждения, которые мы пока доказывали здесь из содержательных, это вот такая замена. Мы на нее смотрим в основном алгебраически поначалу. Вот есть пересчет х в у. Да, такой, что всегда можно сделать пересчет обратно. Ну и такое, что вот это прямое обратное отображение это не абы что там какая-то биекция хитрая, это непрерывно дифференцированная функция. А геометрически что это из себя представляет? Вот у меня была или скажем стала система координат у1 ун. А вот старая система координат х1 и так далее хм. Вот что будет, если я здесь возьму координатную линию, у1 равно константа. Что это будет означать вот для старой системы координат? Это значит, что я взял множество уровней функции f1. координатную есть, здесь нарисовалась какая-то линия. Мы даже знаем, что она хорошая локальная, как график функции устроена. Здесь нарисовалась линия. А что если я взял еще одну координатную линию? Пусть у меня всего две координаты q1 и здесь x1 и x2. Нарисовалась другая линия. Что такое система координат? Вот как нам Мария Иванов в школе рассказывает. Это вот смотрите, что вы проводите две линии перпендикулярные на их пересечении вот точка. То есть любая точка плоскости как в прицел задается пересечением двух линий вертикальной и горизонтальной. А что это означает в старых системах координат? Это означает, что вы любую точку задаете вот у вас здесь было f1 равно констант а вот у вас там скажем f n равно констант то есть вы пересекая вот эти две линии уровня f1 и f2 у вас получается тоже однозначное задание положения точки. Это на самом деле одна и та же точка. Это что получается что на самом деле если говорить о координатах как о координатной сетке как вот клетчатой бумаги то здесь тоже появляется система координат она кривая она устроена из таких вот линий но в ней ровно тот же самый эффект что там положение точки это пересечение двух координатных линий только координатные линии это теперь линии уровня некоторых функций а вот чтобы эти линии уровня не склеивались не сплющивались чтобы это была действительно настоящая система координат и нужно чтобы матрица якобы которая переводит одно другое была не вырождена потому что за что отвечает матрица якобы часть засеющей если возьмете вот такой квадратик криволинейный он задается двумя векторами так вот невыраженность матрицы якобы эти вектора откуда получены вот откуда из этих так вот важно чтобы когда матрица якобы отображает она переводит как раз почти в эти вектора в линейеризацию такую так вот что было бы плохо если вместо криволинейного квадратика вы бы здесь видели что-то сплющенное в линии то есть если бы эти вектора оказались линейно зависимы так вот невыраженность матрицы якобы как раз и говорит что вот этот квадратик он искривился конечно но он не испортился он не сплющился и превратился в линию там или точку вот то есть это как раз обеспечивает то что через каждую точку будет проходить ровно одна линия вот и поэтому часто вот такое действие когда вы меняете x1 xn на новые координаты каким-то нелинейным способом говорят что вы переходите к криволинейным координатам почему они криволинейные потому что теперь линии сетки стали линии уровня вот и поэтому мы часто не рисуем две отдельные картинки а мы рисуем картинку как бы на исходной системе координат ровно так вот и происходит если вы скажем берете полярную систему координат x равно r синус phi y равно r синус phi как вам изобразить как устроена эта система координат вот в координатах x и y да в координатах r и phi это у вас там phi и r это у вас прямоугольные а в координатах x и y вот у вас получается такая штука вот вы r зафиксировали это окружности а phi зафиксировали это лучи ну и видно на самом деле что это 0 надо исключать иначе очень плохая система координат здесь в нуле все пересеклось вот и вот у вас положение точки определяется радиусом и углом так а в координатах rf это обычная система координат от моего вот вот я хотел бы чтобы это у вас тоже как бы в голове было это очень хорошо соотносится с теоремой функциональной зависимости что говорит теорема функциональной зависимости что когда я перейду координатам u1 n это должны быть независимые переменные то есть я не могу одну выразить через другие вот это еще один взгляд на теорему обратной функции значит вот на этом такое обсуждение обсуждение теоремы а не явные функции обратной функции давайте закончим и вот у нас еще осталось некоторое время я начну и в следующий раз тогда продолжу да кстати мы будем теперь стараться прям по расписанию действовать то есть вот как у нас в 17-30 положено проводить лекцию она будет проводиться в зуме потом будет выкладываться видео вот и наверное на этой неделе я подумаю как еще сделать чтобы вы могли сдавать желающие могли сдавать листочки значит появится новый листочек и значит вот как как вы будете это я еще подумаю может быть просто я выделю день когда мне можно будет звонить на скайп скажем и рассказывать решение задач вот это я еще должен решить когда это удобнее всего делать вот значит теперь смотрите следующее мы с вами как делаем мы определили что значит дифференцированная функция посмотрели разные ее свойства доказали тямоб обратно и сделали отсюда много разных замечательных утверждений теперь надо подняться дальше надо осознать что значит функция несколько раз дифференцирована вот значит дифференциалы высокого порядка ну к счастью к счастью разобраться надо только со вторым дифференциалом здесь вот как как сказать в детской арифметике 1-2 много если понял что такое 2 то понял что такое много вот вот надо разобраться что такое второй дифференциал и это обычно почему-то тоже тяжело дается такая немножко наука получается как бы ну вот многие алгоритмы просто напоминают некоторые ну и дальше что-то делают значит пусть у нас с вами есть отображение f из x в y и x y это пока произвольное нормированное пространство вот здесь в общем полезно отрешиться от каких-то там рн с частными производными и так далее и опять рассуждать как максимально абстрактно и пусть это отображение дифференцируема в окрестности точки А дифференцируема в окрестности точки А тогда в каждой точке x из этой окрестности появляется отображение x распоставляется дифференциал f в точке x как линейная функция значит откуда Куда это отображение? Это отображение из х в пространство линейных отображений из х в игре. Значит, я напомню, что пространство линейных отображений, оно нормированное пространство. Давайте вот это полезно, так сказать, напомнить, что если я возьму пространство линейных отображений из х в игре, там живут линейные, значит, л, такие, что у них норму можно ввести. Значит, я напоминаю, что они непрерывные линейные отображения, поэтому для них выполняется вот такое неравенство. А самая лучшая из константа c, то есть самая маленькая, объявляется нормой. То есть норма l – это супремум, самый маленький из верхних ограничителей, это и есть супремум. По х неравным нулю нормы l от х делить на норму х. Нам не очень важно, что это именно так задано, но важно, что норму l мы можем использовать в качестве такой константы c. Это на будущее важно. Мэтт вспоминал, я это вспоминал на прошлой лекции, но вот сейчас, Павел, то есть это, смотрите, l от x, y – это нормированное пространство. Соответственно, это все честное отображение. Вот есть x, ему сопоставляется элемент вот этого пространства. Можно даже, чтобы вы, так сказать, не пытались здесь соединить 10 значков в один, можно вот считать, что это какое-то отображение, я не знаю, буквы d, большой обозначен. Вот, вот какое-то отображение d, ну, обычное из нормированного пространства, нормированное. И тогда про это отображение можно говорить, что оно тоже дифференцируемое. Ну, мы про любые отображения нормированных пространств способны сказать, что значит они дифференцируемые. Значит, давайте запишем, что значит d дифференцируемое в точке a. Вот я это напоминание сотру и на это запишем, значит, d дифференцируемое в точке a, если… Значит, теперь давайте вспоминать, когда у нас отображение дифференцируемое в точке a. Ну, надо взять d от x плюс, извините, от a плюс h минус d от a. Ну, дайте, чтобы h, что h у вас обычно, когда мы там все в самом начале, дайте v будет. Ну, не так, как в армейском анекдоте, что там m танков мало, возьмем n танков. Вот, но оно похоже. Вот почему-то буква h у нас лучше пусть будет для дифференциала исходной. Значит, d от a плюс v минус d от a – это есть линейное отображение непрерывное на векторе v плюс o малое от нормы v. Так всегда выглядит определение дифференцированности. Но только теперь надо понять, что же здесь за объекты такие? Откуда, точнее, что здесь за объекты? Только d понятно, вот оно. А что такое l большое? Вот что, откуда, куда действует l? Вот этот вопрос знатокам. Откуда, куда будет действовать l? Ну, из x в пространство линейных отображений, из x в d. О, понимаешь, оно действует всегда туда же, куда действовало d. Из x в l от x в y. Но при этом это линейное непрерывное отображение. Так? Давайте смотреть. А что значит, что оно линейное непрерывное отображение? Значит, что оно делает? Значит, оно берет на вход вектор v. И после того, как вы подставили вектор v, вы получили линейное отображение из x в y. Правильно? То есть, этому зверю теперь можно скормить на вход вектор h. И получишь уже элемент y. Понятно, да? То есть, зверь такой. Он сначала кушает v. И получается линейный функционал из x в y. И потом он кушает h. Теперь давайте посмотрим, что про это можно сказать в выражении. Оно так написано, конечно, лево. Но ничего не поделаешь. Значит, поскольку это линейное отображение, то оно линейно по v. А поскольку вы фиксировали, когда v, получили опять линейное, то оно линейное по h. То есть, вот эта штука – это билинейное отображение по v и h. Ну, или от v и h. То есть, это билинейное отображение из x в y. Из x в y. Более того, смотрите, l было непрерывным. Это значит, что норма lv оценивается c на норму v. Правильно? Оно же линейное отображение. Но норма, правда, берется вот в этом хитром пространстве. l от x в y. Что это будет означать? Это будет означать, что… Так, вот это я не хочу пока стирать, я ниже напишу. Если норма l от v – это норма чего? Это норма линейного отображения из x в y. Это значит, что норма l от v на h будет оцениваться. Норма lv на норму h, то есть c, норма v, норма h. Значит, у меня не просто билинейное отображение. А смотрите, что произойдет, если v и h к нулю стремятся. Нулю будет стремиться. То есть, билинейное и еще непрерывное. Непрерывное. То есть, когда я рассматриваю это отображение как отображение v и h, я получаю линейное, непрерывное билинейное отображение. Ну и нет сомнений, что если наоборот я вам задам непрерывное билинейное отображение, то вы из него легко сконструируете мне отображение из x в l от xy. Да, просто скажете, ну вот v держим, получаем линейное по h. Ну вот у нас отображение всякому v сопоставляем линейное по h. А из-за непрерывности вы получаете, что это непрерывное линейное соотношение. Значит, во-первых, вот такой вот зверь, который сопоставляет и к сам линейное отображение, и сам линейный, можно воспринимать, и это в некотором смысле проще, чтобы не плодить в сложных пространствах, можно воспринимать как билинейное отображение из x в y. Вот было линейное отображение, был дифференциал, а теперь стало билинейное отображение. Это первое. Но это все хорошо, но только пока от этого ни горячо, ни холодно, потому что, а можно ли узнать, чему равно lv от h? Вот я дальше буду lv от h, давайте введу это обозначение, буду обозначать, буду говорить, что d2f от v от h – это и есть вот это lv от h. То есть дальше я буду писать это вот в таком виде, d2f v h. Ну, формально я еще должен сюда точку а приписывать, но точка а – это как-то совсем уж будет, мы и так все в точке а делаем. Поэтому вот смотрите, значит, вот это билинейное отображение, ну или вот такое линейное, вот это мы и будем называть вторым дифференциалом. Значит, это второй дифференциал. Значит, конечно, это пока просто игра буковок. Написали определение, немножко подумали о том, что за зверь здесь написан, поняли, что он такой, да, задает билинейное отображение, обозвали это билинейное отображение вторым дифференциалом. А что это такое? Как это понять? Как это устроено? А как мы с вами поняли, как устроено первый дифференциал? Как мы поняли, что такое первый дифференциал на векторе v или на векторе h? Мы поняли, что это производная по вектору h. Оказывается, точно так же можно понять, что такое второй дифференциал. Вот давайте мы это сделаем. Ну, у нас всегда с вами традиция немножко задерживать лекцию. Вот и на этом закончим. Значит, поймем все-таки, а здесь нельзя ли представлять себе d2r от vh как вот такое дифференцирование по вектору? Ну, что надо сделать? Давайте вот здесь, во-первых, h подставим. Значит, здесь везде можно подставить h. Что у нас получится? Будет d от a плюс v от h минус d от a на h плюс равно lv от h, то есть d2f от vh, плюс o малая от нормы v, ну, где там еще и h вставлен. Хорошо, а давайте посмотрим, а что это здесь написано? Вспоминаем, что такое было d. Это df в точке a плюс v на векторе h минус df в точке a на векторе h равно, ну, и дальше вот то, что написано справа. А что такое df от a плюс v на векторе h? Это мы знаем, это df по dh в точке a плюс v минус df по dh в точке a, и это равно d2r от vh плюс тому малая от нормы v. Ну, здесь тоже h подставлено, естественно. А теперь смотрите, что же это означает? Начать, что на самом деле, если я смотрю это на фиксированную вектор h, то я просто написал приращение df по dh, обычное дифференцирование df по dh написал. То есть, если h фиксированную, то это дифференциал для вот этого отображения df по dh от x. А тогда что я могу сказать? Если это обычный дифференциал для df по dh, я могу сказать, что я знаю, чему равно значение дифференциалов для этого отображения. Это будет, итак, d2f от vh, это просто-напросто d по dv от df по dh в точке a. Ну, вот такую запись записывают обычно чуть-чуть по-другому. Извините, у вас немножко камера упала, кажется, поэтому не видно на самом верху. Давайте подниму, извиняюсь. Спасибо. Так, значит, вот я записал итог вот отсюда, который проистекает. Ну, и смотрите, значит, пишут это так обычно, что d2f от vh это d2f по dv по dh в точке a. Ну, и это называют, можно называть частной производной второго порядка по векторам v и h. Ну, или просто производной второго порядка по векторам v и h. И теперь, что замечательно, и что мы сегодня уже не успеем сделать. Замечательный факт состоит вот в таком утверждении, а вы можете попробовать его сами доказать. Это утверждение состоит вот в чем теорема Юнга. что в случае, когда f такова, что df дифференцируема, да, то есть ровно как мы с вами рассматриваем, то эта производная не зависит от того, в каком порядке мы вычисляем ее. А это означает, что второй дифференциал не просто билинейная непрерывная форма, а что это еще и симметричная билинейная форма. А симметричная билинейная форма полностью определяется своей квадратичной формой. Ну и так получилось, что в обычных курсах анализов и в книжках во многих вторым дифференциалом называют именно эту квадратичную форму, а не то, естественно, появляющееся билинейное отображение, которое появляется, если вы просто повторяете процедуру дифференцирования. Вот в следующий раз мы с вами разберемся, почему вот это так. Если будут вопросы, еще раз проговорим схему того, как появляется второй дифференциал. Посмотрим, что это означает ВРН. И самая важная вершина всего этого искусства – это, конечно, формула Тейлора. Вот к ней мы с вами стремимся. А приятным бонусом после формулы Тейлора будет известная Лемма Морса, которая как раз и скажет нам, что если градиент функции вырождается, а матрицы вторых производных нет, то функция локально представляет собой квадратичную в правильной системе Тейлора. Вот. Значит, ну вот на этом я хотел бы остановиться. Есть ли вопросы? Нет. Вопрос немножко по семинарам. А можно ли присылать задачи письменно в ТДФ? Понимаете, в принципе можно, но просто это не совсем хорошо, потому что, ну, я надеюсь, что у вас не будет копипаста. И все-таки хотелось бы обсуждать, немножко хотя бы обсуждать. Вы присылайте, я в любом случае это прочитаю. А вот чуть более подробно правила будут износить. Скорее всего, будет так, что можно будет, скажем, прислать, а потом позвонить просто в указанные часы. И я не по всем задачам, а просто по некоторым вас спрошу, чего вы там написали. Ну, чего я не понял или где можно спросить что-то интересное. Вот. Ну и на этом будем засчитывать задачи. Я думаю, что так будет. Хорошо. А присылать куда? Значит, присылайте на почту. Вот почта такая, квестматан. квестматансобакамail.ru Я попрошу выложить прямо на странице курса это точно. А, спасибо. Вот. квестматансобакамail.ru Вот. Присылайте, я буду стараться все это читать. Вот. Ну и я надеюсь, что до конца этой недели, значит, во-первых, сегодня уже появится листок. Наверное, сегодня появится ссылка на запись этой лекции. И я надеюсь, что в ближайшие дни я определюсь, когда мне удобно по скайпу вести беседы такие, и будем сдавать листочки тоже. Понятно. Спасибо. Так. Ну, если вопросов нет... А есть еще один вопрос. Можете посоветовать что-нибудь почитать про обратную функцию и про теорему неявной функции, чтобы получше разобраться? Вы знаете, я могу посоветовать почитать, конечно, я всегда советую читать Зорича, но у Зорича, как раз, на мой взгляд, это написано немножко задом наперед. Это написано так вот. Теорема анеявной, а из нее теорема об обратном. В любом случае полезно почитать второй том, потому что в первом томе доказательство теорема анеявной, оно такое кустарное, оно основано на монотонности. Во втором томе оно основано на, вот, в принципе, сжимающих отображений, и там ближе к тому, что мы делаем. А вообще, я вам советую читать на удивление не книжки вот по матанализу, а книжки по функциональному анализу. Там есть раздел, вот, скажем, есть книжка авторов таких, значит, Богачев и Смолянов. Это толстенная книжка, там очень много умных вещей. Вы этого не пугайтесь. Это иллюзия. Значит, вы тут же листаете ее в самый конец. Ну, знаете, как хороший детектив, его с самого конца читаешь, сразу знаешь, кто, чего, зачем и почему. Вот. Вот листаете в самый конец, находите раздел, он тоже называется страшный, называется бесконечно мерный анализ. Но вот там будет изложено наиболее простым языком дифференцирование так, как оно, по идее, должно быть изложено. Либо еще есть книжка старая. Значит, ну, вот это есть не только у, значит, у Богачева, Смолянов. В принципе, вот в функциональном анализе почему-то это излагается лаконично. Еще есть книжка достаточно старая. Это книжка такого известного математика Картан, француз такой. Вот у него есть книжка, по-моему, дифференциальные исчисления или что-то такое, где тоже дифференциальные исчисления изложено вот в такой относительно бескоординатной форме и, по-моему, понятней. Вот. Ну, вот можно такое дело читать. Спасибо. Так. Так, тут еще есть какие-то вопросы. Вопросы, вопросы. А, ну, тут все друг другу сами ответили. Классно, что так лекцию нельзя устроить. Значит, вот. Это самое лучшее, что вы можете друг с другом, друг другу сами объяснять, что этот товарищ на экране пишет. Вот. Ну, тогда все. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok